хлопают для объединения звука пишет камера и тут микрофон вам поставил чтобы вы внешние звуки слышали и вот хлопок он дает возможность после на монтаже объединить звук в одну линеечку чтобы не было разницы в том как губы шевелятся и как вы сижу на берегу у нас прекраснейшие сегодня с утра была погода сейчас уже конечно темнеет немножечко но сижу беседую с вами на разные темы предыдущие две темы были о том как сделать свой святой источник и зачем молиться перед сном а эта тема зачем молиться перед едой перед едой некоторые пропускают молитву перед едой и особенно пропускает если они находятся например в каком-то общественном месте или в гостях ну как-то неудобно да взять в ресторане помолиться или в гостях сидишь и начать тут вот свои тем более если сами хозяева этого не делает хозяева часто это не делают но при этом надо как-то суметь и соблюсти и хозяйские требования и свои какие-то правила у меня однажды я уже рассказывал была такая история интересная один великий человек как я его считаю но в конечном итоге это было очень давно еще тогда еще можно было не считать его великим это теперь видно что он сделал в конечном итоге для страны пригласил меня к себе на дачу я к нему приехал на машине там все все такое весь значит в рясе в подряснике а он приготовил мне тушеную капусту с сосисками и я говорю о у нас пост не мы с ним сначала побеседовали потом сели кушать я взял эту тарелку с тушеной капусты с сосисками значит ай и говорю о у нас пост я так все сосисочки отбросил а капусточку в общем-то навернул и мы дальше разговариваем а потом значит как-то все сошло на нет и мы как-то не до чего особенно не договорились и в конечном итоге я уехал можно так сказать нищим и в конечном итоге чувствую что у нас отношения какие-то не такие и продолжалось это наверное с год я обращаюсь какой-то такой вот это он вообще не обращается хотя есть у него потребность в том что я делаю думаю что то тут не так я начал разбираться что же тут все таки не так в том что у нас произошло и понял что все произошло из-за этих сосисок что я в какой-то момент и вот так человеком пренебрег и эти сосисочки зачем-то выкинул из тарелки я пошел к нему и сильно покаялся говорю я понял вот вся вся проблема была вот здесь и он говорит да вот честно говоря я так тебя ждал я с утра и срубил капусту я и сам изготовил эти сосисочки то есть представляете он самодельный сделал для меня эти сосисочки я так хорошенечко потушил а вы знаете что капусту хорошенечко потушить это достаточно длительный процесс них капуста то была действительно на вкусная а ты вот так говорит приехал и и и все мое взял и выкинул в общем что я сделал неправильно я повел себя не как настоящий гость даже не как православный гость потому что у нас с вами есть обязанность что если пришел в гости и тебе что-то дают кушать то ты по любви обязан все что тебе дают кушать пост у тебя не пост у тебя если ты вдруг пренебрегаешь тем что тебе дали то ты таким образом не уважаешь прежде всего господа господь тебя привел к этим людям всего скорее привел для того чтобы ты им смог проповедь какую-то или милосердие какое-то оказать а ты выше этих людей себя ставишь когда пренебрегаешь их пищей это все равно что богатый приходит в дом нищего и чувствует что здесь как-то не так все вот и его пищи пренебрегает и это важно важно потому что пищи это самое можно сказать актуальные или главное что мы с вами в отношениях друг с другом имеем поэтому то господь и сделал так что вот мы через пищу то есть хлеб и вино условные хлеб и вино тело христова еще и причащаемся друг с другом еще и становимся единой церкви через такое питание а если мы хотим какое-то милосердие или к тем кто нас пригласил проявить или тем более объяснить что такое христианство как мы можем пренебрегать не можем поэтому вот такая моя была серьезнейшая ошибка слава богу я осознал ее покаялся ли мы уже 20 лет после этого прекрасно все делаем и дружим и все нормально у нас но вы должны на это над этим задумываться в том числе задумываться над тем а к вам гость в дом пришел вы что делаете вы если у вас пост а он не поститься можете ему предложить что-то непостное и вместе с ним например сесть или все-таки заставите его есть постные хотя он может быть голодный он он может намекать что ой иногда говорят ой а я без мяса прямо жить не могу у меня сил никаких нету это вот за постные писчи иногда люди говорят вы знаете такой подсознательный намек намек на что вот что есть в печи то на стол мечи вот такая русская у нас с вами поговорка поэтому здесь должны быть мы тщательны в этих отношениях и у нас ведь единственное запрещение есть идоложертвенные то есть вот если мы знаем что эту пищу посвятили идолом то мы не можем ее принимать но вот тогда у нас вопрос некий такой возникает вот какие-то христиане закалывают на праздник специально барашков ну вы знаете кто это делает вот это как нам воспринимать идоложертвенные или это все-таки христианское если мы эти церкви воспринимаем как братские и считаем что у них тоже христианство то получается что мы должны тоже делать что и полагается то есть кушать и пить и все остальное но лучше то всего конечно в данном случае не задумываться вот как только вы усомнились или как-то задумались вы уже унизили гостя или наоборот в гостях хозяев унизили а во многих культурах вот такое отношение к пище к столу и так далее оно просто самым главным считается вот у нас с вами у русских где поговорить о самых главных делах предполагается ну как ни странно за столом вот раньше за столе устраивали тоже и приглашали и напаивали тех с кем хотят поговорить потому что что у трезвого на уме то у пьяного на языке поэтому стопочки предлагали предлагали и таким образом определялось можно с ним иметь дело или нет вот почитайте дмитрий потаповича шелихова путешествие по русским проселочным дорогам книга такая вот он описывает нашу местность пистяки нижний ландик и описывает как здесь купцы дела ведут за стопочкой значит этого и раздают огромные деньги без подписи вот и он ставит это в пример пример застолье есть у нас еще одна более серьезная вещь где более серьезный разговор ведут это баня в бане ты вообще голый у тебя нет мундира у тебя нет золотых часов там каких-то крутых или еще что то то есть равны все сидят разговаривают ну пищу какую-то еще могут принимать квасок там пивко или еще что-то и опять тоже считается одна из форм договоренности и отношения поэтому к пищи в любом случае нужно относиться как к некому богослужению богослужению а теперь как помолиться да где хочешь можно помолиться я в принципе не смущаюсь и в ресторане там помолиться и перекрестить эту пищу если вижу что люди передо мной не будут против того что я перекрестил то я это сделаю могут быть люди другого и вероисповеданий там мусульмане передо мной и так далее этого делать не буду я про себя глазами можно перекрестить свою пищу и она от этого все ведь по вере друзья по вере то есть вот эти все теми пальцами молишься не теми пальцами правильный крест значит сделал или у тебя конец верхний длинше чем нижний такие бывают эти придирки друзья главное по вере главное то что вы захотели чтобы эта пища была освященная освященная но еще самое важное что нужно понять что пища каждый раз должна быть посвящена богу богу вот у нас очень серьезная сейчас ошибка что мы пищу воспринимаем в основном как какая-то средство для тела для здоровья тела для насыщения тела для похудения тела некоторые питаются чтобы похудеть очень такая интересная значит ну и находит какие-то способы так вот друзья один из способов того чтобы вам не сильно поправляться и не сильно значит похудать чтобы вам пища вся была в пользу не какая-то во вред или это это посвящать ее богу то есть каждый раз когда вы питаетесь вы должны питаться для господа а точнее для части его в нас живущей для души то есть пища для души и вот для души пищи я вас уверяю любая становится вкусная потому что тело может пренебрегать вот эта пища такая эта пища такая вот а душа особенно если говоришь слушай я сейчас ну я условно говорю а бессилию у меня начнется головокружение и поэтому уж мне надо съесть то что дают так что ты уж потерпи вот но на самом деле душа не отвергает ну идоложертвенные наверное отвергает я честно говоря ни разу не пробовал нет мне вот хлеб из синагоги однажды предложили вот хлеб из синагоги но увидели что я как-то так вздрогнул несколько не 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 он не освещался это просто хлебцы просто другого сейчас у нас нет поэтому ты его как хлеб просто восприми ну вот так вот поэтому молимся для того чтобы пищу посвятить господу когда мы ее принимаем вот как только вы осознаете вот нам навык вот этот будете иметь и каждую пищу не промоленную то есть или там даже глазами не перекрещенную например будете будете кушать то увидите как она отличается от той над которой помолились как она по другому грубо говоря проходит и потребляется поэтому обязательно молитесь каждый раз перед едой ну как можете если можете хорошо там полноценно у нас ведь короткая молитва перед едой если можете такую ну вот вместе помолитесь и все остальное не можете условия не те ну помолитесь как кратко господи благослови у нас самое краткое про себя сказать господи благослови пищу сию и все все спасибо за внимание я рад что вы со мной здесь посидели еще раз вам этот пейзажик маленько он испортился с утра так все было вообще шикарно а я не успел тут и туманчик был и солнышко и все золотое было но постараюсь следующий раз успеть и все вам показать и все вам показать а пока всем вам здоровья счастья радости молитвенности потому что молитвенности это тоже состояние определенной души и вашего ну ваше состояние получается определенные потому что если забываете помолиться значит у вас что-то с психикой не так что-то у вас сознанием не в порядке какая-то рассеянность сознания вот так в общем здоровья вам и радости аминь